Тут и приближать не надо, а то она совсем это сдохнет. Я его поместу завтра на ремонт. Показывай вокруг. Вот она стоит где. Ты ее закрыла? Она-то, видишь, тоненькая такая. Я с ней буду разговаривать. У вас дома верующие есть люди? Верующая, семья. Мама, еще кто? Никого больше нет, да? Это самая неблагоприятная обстановка для ребенка. А когда мама дома нет, ты обедать садишься, молишься, нет? А как молишься? Покажи. Вот сейчас, мама, отойди в стороночку. Тебе надо садиться за этот стол. Покажи, как ты молишься. Я пытаюсь молиться. Покажи, я буду смотреть. Говорить еще надо. Считай молитву и клоняйся. Она по молитвослову читает. Ну за стол-то, какой молитвослов? За стол-то. Ну давай, вот сюда вот будем. Вот сюда повернемся. Давай. Не надо заселить никакой. За стол, за стола молитвослова нет. Это длинная молитва. А это-то уж выучить можно. Ты не знаешь, как божьи милочки. Просчитай. Отче наш. Это же можно так. Отче наш, ты знаешь? Ну-ка давай, считай и клоняйся. Она дома-то одна не бывает никогда. Я с ней сижу все время. Все время. Все время. И одна сама молиться за стол не знает как. Она в больнице лежала по молитвослову молилась. После этого, дела это кол weltти. А я в ученашу gleichzeitig. Голоса наiefсла. Она не поняла, что спросили. Отче наш молитв. Просчитай. Иди сюда, оставить, sollten. Отetonи. Вот сюда. Отойди. Ну что то cruel. Отойти. Вот считайнашу. Отец наш. Ну ты маленько поворачивай аппарат. Она сидит на вся сторону. Давай, мыщенаш. А, она в школу будет ходить? Будет. Ну а в школе-то и тоже надо бы учить. Мама была раму, а рама упала по голове. Все, сегодня придем, будем учить. Со мной молится же, все время стоит. Да нет. Лена, за стол и за стола ты, скажи, не сядешь. Ты это могла научить в два года. И сколько уже? Семь. До семи лет не знать, как за стол, молитва очень наша. Но ты согласишься, что двойка. А какую ты молитву знаешь наизусть? То есть у них привязки никакой нету. Теперь смотри. В прошлый раз я тебе показывал, как кланяться надо. Смотри на меня правильно. Вот сюда вот. Так. Здесь шрево, пуп. Здесь потом направо и налево. А ты как крестишься? Ну-ка покажи. Так, а тут кланяться, я говорил, как кланяться надо. Вот так, чтобы рука могла пол достать. Достать не надо, просто проверить себя. Это поясной поклон называется. Ну-ка. Рука достаёт пол? Нет. А ты что, в утром гимнастику не делай тогда? Делай. Ну хорошо. С неохотой. А? Из-под палки. Да это не важно, ребёнок для того есть, чтобы его учить. Ну не из-под палки. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, крестись и помилуй меня грешного. Ну, хорошо. Ну, не, понимаешь, какое дело? Подожди. Она и оглядывается, когда здесь стоит. Она отчуждённая. Вот такая была Маша. Таня, одинаковая. Она ничем не нуждается. А мне вот так вот получается. У старообрядцев кланяется, это вот этот вот поклон. Вот такой вот поклон. Я расскажу, как вот. По старообрядщински это вот. Больше нету. И старообрядцам заставить кланяться, чтобы он поклонился, как положено, как в уставе написано. Он не будет. Почему? Упрёмся. Железная здесь жила. Жилы железные, говорит. Ну, а почему не поклониться-то? Не поклониться. А земной поклон делай правильно. У евреев плащ, стена плаща. У еврея так кланяются, вот. Вот, больше у них нету. И они вот, ну, так принято. В аптинствах руки сложил, ни одного поклона нету. У мусульман, у них один поклон. Один у них. Ставят на коленях. И вот так колени не подгибают. А впереди вот так вот, чтобы колени стояли прямо. И они стоят. И стоят не два человека, а один миллион двести тысяч. Миллион двести тысяч. Рядом, в соседней улице, намаз совершают. Негде человеку от стенки пройти. Одни мужчины. Нам учиться надо. А не то. Они еретики, а мы хорошие. Вот она как кланяется. Смотри, она кланяется вот так вот. А рука вот так вот, она совершенно никак. Вот, идем. У меня мама. Вот, Тарасик так кланяется. Вот, Тарасик совершает крест на знамени. Как он здесь еще как-то. Сюда уже наполовину ушло, а туда уже его нет. Он вот так вот. Рука полностью развязана. Вот так вот. Все время. Теперь Тарасика завел. Где он у нас? Давай сюда. Ты слышишь еще, я говорю? Да. Ну-ка покажи, как кланяешься. Как кланяешься рукой. Ты согласен? Ну, допустим, ты играешь на инструменте на каком-то, на гитаре, предположим. И вот так вот, держишь, как попало, и вот так бьешь. Все получится. А ты не бойся. Как выговариваешь. Ты как в прошлый раз один раз сыграл, я думаю, тут я даже не слыхал, что так играли. Как выговаривает. Любит, значит. А здесь вот не соревнование какое-то. Вот придете дома и покажите, как этот китайщенок играет. Ну, так он не может. Никто так не сыграет. Иначе бы взрослые под его музыку не играли. Зал огромный. Вот у русских в Китае есть такой мальчик Гордей. Это имя настоящего. Гордей. По святцам. И он выходит. А там полный зал. И с ним разговаривает по-китайски. А он какой-то то ли в атташе или в посольстве, где-то работает русский. Его спрашивают, сколько вам лет? Он по-китайски отвечает. По-китайски-то. А теперь, а ты сколько знаешь, там называют там-то анонимы, еще такие слова где-то, где-то. Он говорит, 2457. У тебя глаза полудолу полезли. Кто знает, ведь наизусть пословица. Пословица. Он по-китайски все говорит. И говорит, и не моргает. А потом задают, а почему никогда не моргает? Он видит только вот так. Вот как будто кто-то ему и... Вы помните старик Хаттабыч когда был? Он в школе. Он залез в портрет. И портрет разговаривает. А они не видят. Вот портрет. А он Хаттабыч сидит, а Вольканца стоит здесь. Он ему толкует. Говорит. Земля плоская. Стоит она на слонах. Земля плоская стоит на слонах. Учителя такие... Что же говорится? А он говорит. Земля круглая не может быть, иначе вода стечет, и люди умрут от жажды. На шарике. Ты как удержишься? И он так отвечает. Ну, это одно, не одно изучение, а единственное правильное. Вот говорит этот, единственное правильное. Он как с него щаро-то снимет, он сразу раз. Ну, видно, что он. Он не сам говорит. Но мы-то это все сами делаем-то. Он внутрь его зашел, он им двигает. Вот особенно сильно вот это вот. Когда последние слова сказал, а старик там злится, прям говорит. Вот так Волька сказал. А там на севере живут люди пляшивые. А зал весь ха-ха-ха. Он один смеется, не на чем. Тот ему говорит, старик-то. А он его отдался, колдуну-то этому. Вот так. Давай поклонимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешима. Вы как складываете? Два пальца или три? У нас свободно может. Так, а ты как? Два или три вместе? Как у тебя? Тоже, да, щепотники. Ну, ладно. Не важно. У нас разрешается то и другое. Так Серафим молился, а так князь Владимир. Владимир, Сергий, Радонежский. Это равноспасительное. Сегодня принято все. Так. Ты до сюда можешь доносить руку? А почему, когда в церковь молишься, ты вот так вот. Здесь ты еще так подносишь. Сюда рука сама по себе по тяжести падает. Туда с трудом поднимаешь, а сюда уже нет. И вот такая. Растопырина просто. Эх, бедное мое сердце. Куда я попал? Какую общину? Зачем мне это все нужно? Мысль такая. О небрежному маханию. Слушай. Слушай. Я только начал говорить, ты уже что-то шел. Небрежному маханию руки бесы радуются. Бесы. Мы их не видим, они рядом. Они хохочут и хлопают. И говорят, наш, наш человек. И сидит вот здесь вот. И ноги свесил. А там показано было. И ему говорят, доноси на это. Вот тогда. Господи, благослови. Как только ткнул, он сразу раз, бес бесенок. А я прокинулся, он не может, его огнем сожгло. Ты понял? У тебя все время вот эта рука сразу вниз туда, она наполовину растопоршена. Сюда уже ничего нет. А тут ты просто вот сюда пониже, по карману хлопнул. Это не один раз, а всю службу. А эта как кланяется. Она вот так вот. У нее кто-то, где-то как будто кто-то ее держит. Она вот так вот кланяется, а дальше никуда. И что-то как будто она обожглась и сразу дернется. Она на Вольку очень сильно похожа, когда говорит. Вот до сих пор сразу раз и отдергивается. Человек, который совершает крестное знамение, он медленно, сначала нужно сотворить крестное знамение. А у православных, их не коньянами, старое обрядство зовут-то, они вот так вот. Одновременно кланяются и совершают. Это абсолютно неправильно. Крестное знамение нужно сначала совершить и потом поклониться. Даже если ты вот это, ты абсолютно точно должен прямо сделать. А здесь бывает еще не нанес много поклонных, даже поклонец, руку еще не опустил. Но уже все сделано. Крест совершенный. Да. Да, давайте совершим. Господи Иисусе Христе, молитесь. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Как ты думаешь, будешь кланяться? Или дойдешь до дома и забыл? Я спрошу, мама, ты хочешь, чтобы правильно кланялся? На себя направь. Подхажи себе. Иди, отдыхай, смотри на нас. А ты хочешь правильно кланяться? Вот он правильно, чтобы вот так вот крестное знамение, его не растопышал. Я скажу, а ты веришь ему? Я говорю, не верю. Потому что я вам много раз говорил. Вот есть такая поговорка у русской, два сапога пара. Бывает на верюшку обоих подвесить, а верюшку через двери перекинут, ну за поезд это. Никто, говорит, никого не перетянет. Вот когда люди одинаково что-то делают так. Ты будешь точно так же, как клан. А до сих пор, а потом, или так назад. А до сих пор, как будто какие-то чары на тебе. И сразу только раз, и сразу раз назад, как обожженная плита перед тобой. Причем дома нормально, знает, что есть не сядет, пока нормально не будет кланяться. Значит, Лена, мне трудно поверить в это. Не может быть, только пришла. Здесь пришла к трапезе божественной, более важной. И вдруг не молиться. Так. Я тебе еще сказал, ты запомнишь? Это не молит, вызову еще, ничего. Просто кланяйся, скажи, Господи, спаси меня. Ты можешь так сказать? Скажи, Грун. Или Господи помилуй, можешь запомнить? Говори. Скажи, все. На Иисуса молитва больше. Ого, что. Я-то не лишний здесь. Как кланяются-то. Так. Все? Вот не сюда лучше. Вот так это все. Это вот эта Варвара, когда ходит где-то, где-то что-то не кланяется, крутится. А мать у нее сзади стоит, вот так вот по лбу идет. Она перекрестится. Что значит ребенок? Батюшка сегодня забыл простор вынести. А она уже подошла. А вот разинула, батюшка пошел, там пока копается, она все так и стоит. А батюшки-то нету, никого нету, это ребенок. Понимаешь, нет? А я-то стою рядом, ниже, она как рот разинула ее, потом, чтобы было быстро, я-то что-то проговорила опять. А уже никого нету, батюшка там ушел, и что-то там ищет. Или тарелку берет, а она так с открытым ртом стояла. Вот вообще не... Так, оторви.